Я хочу, чтобы ты видел это. Вот это начальная катсцена, которая нас закидывает сразу в игру. Не знаю, что это вообще такое, почему это мне показывают. С чем это все могло бы быть связано? Куда нас привезли и почему мы как будто под глюками какими-то. А, так мы не ходим. Интересно, как меня по лестнице покатят. А, меня развернули и закатили, я понял. Я понял. Я вообще не был готов к тому, что катсцена сразу при запуске игры запустится. Я что-то даже не поздоровался с тобой. Сейчас погоди, катсцену посмотрим и поздороваюсь. Нас привезли куда-то, видимо. Не в самое приятное место, по всей видимости. Какой там бал из золопласта первого. Все. Темно. Йоу, мой дорогой друг с тобой, я Рамзес. И сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием Scholar's Mate First Move. Тут сразу прям написано было, представляешь, представляешь, представляешь. Это хоррор, давно не было хорроров, давай запишем хоррор. Приятного аппетита, приятного просмотра. Яркость регулирует шахматную фигуру практически не видно. Ну, вот так ее практически не видно. А? Да пусть так останется. А почему применить нельзя, я не понял. Вот так можно? То есть у меня нет выбора. У меня голос сел куда-то. На что-то. Это хоррор стимовский. Просто там листал... Не знаю, там на английском все было, я не стал переводить себе. Моя голова. Мы играем за женщину, видимо. Это я переводить не буду. Что это за место? Где я? Где я? Таблетки какие-то, свечи. По всей видимости, мы на... На празднике на каком-то... Эй, помоги мне, пожалуйста! Что это за живот? Что ж такое? Это животное. Не открывается. Помогите! Выпустите меня отсюда! Я хочу выбраться! Да что ж такое-то? Сейчас подойдет, мне в лицо стукнет. И что я потом делать буду? Зубы, блядь, по полу собирать. Я просто хочу домой. Играем за бабу. Воу, кнопка действия, отмена, инвентарь, кнопки движения, прыгнуться, Q, чтобы... Q-E это чтобы... Чтобы нагибаться. Shift, бежать. Ёпта. Ctrl, сесть. Свеча, темно, пиздец. Это меня... Эти меня и накачали. А ты чё, врач, блядь, какой-то раз выводы сделал? Такие быстро очень. И почему так темно? О, опция. Графика. Нет. Экран. Яркость. Можно немножко побольше? Потому что это бред какой-то, вообще пиздец. Во, вот так хотя бы что-то видно. Сколько я была в отключке. Женщина сегодня разговаривает каким-то пропитым языком. Языком, господи, голосом пропитым. Заперто на ключ. Электричества нет. Придётся что делать? Сначала его восстановить. Это унитаз. На стене видны какие-то отметины. Будто что-то передвинули. Проверить? Да. Это ты по следу руки увидел там? Записка на крылочке бумаги, которая могла... Которая была спрятана за туалетом. I hid the escape behind. Board covering this window. Прочитать. Ключ спрятан за досками на окне. Прочитали. Так, доски на окне. Вот эти что ли? Вижу. На ключе бирка с именем. Камера для наказаний. Интересно. Эй, длинный, толстый, тупой. Вот это мне надо. Вот это с самого начала мне прям вообще манило меня. Другое дело. Надеюсь батарейки хватит. F не работает. Оборудовать. Снимать. Что, ёпта? Что оборудовать? Использовать. Работающий фонарик. Так я использую его или нет? А, ебать на колесико мыши имеется ввиду. Я понял. Так. Это что у нас? Какая-то газета. Новая газета. Местная газета. Напечатана статья о закрытии психиатрической больницы. Видимо мы здесь. Сегодня утром 9 октября 1987 года в результате постоянных жалоб от членов семьи пациентов закрылась психиатрическая больница имени Святого Валентина в Илонейсе. В отчетах фигурируют упоминания о неоднозначных методах, применяющимися сотрудниками по отношению к подопечным. Также ведется расследование по поводу обвинения в изнасиловании пациента. Полиция взялась за дело после того, как родственники начали жаловаться на постоянные отказы в посещении своих родных без объяснения причин. Клиника в свою очередь заявила, что пациенты могут агрессивно реагировать на незнакомые им лица. Полиция направила... На знакомые им лица. Полиция направила следственному суде запрос на прекращение деятельности больницы, предоставив обвинение достаточно обвинению, достаточно основания на привлечении подозреваемых в суду. За сотрудниками клиниками установлены полицейское наблюдение. Им вынесли запрет на выезд за рубеж. Действующая дата по делу 6 марта... Все это... Это короче. Мы находимся в психиатрической больнице. У меня очень странный отход после темных каких-то деяний. Ничего интересного. Вот это таблетки, которые ими тебя накачали. Там же было интересно. Меня приволокли в психиатрическую больницу. Прикол сам в чем? Наверное, в том, что... Непонятно нихера. Тут под коробкой что-то же лежит. Там штрих-код, QR-код есть какой-то. Вот, мы находимся здесь, и по всей видимости, нам отсюда-то и надо выбраться. Но это опять-таки escape from психиатрическая больница. Какая сцена запустилась. Эй, очнись. Вы в порядке? Не реагирует. Ты сквозь окно и твердую дверь с ней разговариваешь. Конечно, она не реагирует. Заперто. Мне нужен код. Зачем тебе код? Это что у нас? Не реагирует, не работает. Невозможно. Ладно. Есть первый этаж, на который я пока не хочу идти. И в эту сторону, если мне не показалось, шел тип. Из Outlast, который. Так, тут у нас что? Нахуй ты каждый раз фонарик-то выключаешь? Чел лежит. Или я выберусь отсюда? Или меня постигнет такая же участь? Ну, выберешься ты, куда денешься-то, поди. Книжки какие-то. Ну, видимо, первый этаж. Подождите его со своими звонками. Так, тут какой-то код. Здесь открыто. И ничего интересного нет, соответственно. Где ты звонишь? Ну, видимо, не тут. Заперто на ключ. Так она не такая большая больница-то, нет? Мы сюда можем зайти. Не можем. Заперто на ключ. Не реагирует, не работает. Фотография молодая женщина, празднующая свое 30-летие, сделана 7 октября 87-го года. А, вот телефон. Похоже, он перестанет звонить, он не перестанет звонить, пока я не сниму трубку. Воу. Что это было? Алло, вы меня слышите? Скажите что-нибудь, мне нужна помощь. Я в больнице. Я видела человека, а затем услышала крик. Умоляю, сообщите в полицию. Слишком поздно. Что? Это ты привез меня сюда? Прячься. Стой, не бросай к трубке. Фу! Когда мне говорят прятаться в хоррорах, я не люблю эту хуйню. Ой, игра сохранена. Ну, я спрятал свечу. А никого нет. А кого бояться-то? Звук доносился отсюда. Проклятая крыса. Какая крыса-то? Я сам чуть не посидел. То, что дверь закрылась. Игра сохранена. Заперта с другой стороны. Red, one floor. Blue, two floor. Инструкция по использованию предохранителя. а какой предохранитель не нужен не понял красный это первый этаж чего пробка с предохранителями проверим мне нужно собрать какое-то количество предохранителей чтобы свет запустить по видимости как же мне мне не хочется так играть я так устал я день не устал я я я отвык от хорроров не так не хочется играть них тут у нас что так все заперто на ключ просто замок смеешься деревянные двери и замок на остальных там какие-то коды фак ю сам фак ю тут заперто ключи какие-то надо искать слушай нет она немножко больше чем я себе представлял тут тоже заперто дёрнут дверную ручку вытащили придется найти но это квест собери игру себе сам называется заперто а директор нашел мертвое тело в офисе блять прочитать же надо роберт хилл главный врач больницы имени святого валентина был найден в своем офисе мертвым неправильно перевел ладно улики вызывают суицид полиция расследует чистое зановение пора звоните по телефону это темно каждый раз темно после того как я посмотрел газетку это очень плохо потому что если вдруг за мной кто-то будет бежать я посмотрю газетку развернусь и напугаюсь и так не хотел запускать эту игру честно не я раньше как-то хорроры вот нравились а сейчас как-то так неприятно гнетущая атмосфера постоянная это эти квесты невозможно здесь заперто мне нужен код какой код куда его водить я убью тебя ты убьешь меня что-то предохранителями надо делать походу потому что там игра была сохранена это и ведет меня на выводы какие-то такие соответственно давай посмотрим тут пригибаться каждый раз надо пиздец неудобно еще раз красный первый этаж синий второй этаж мне нужен красный потому что там есть компьютер ну да проверим вот красный как понять то ебать тут цветов мне нужно три предохранителя чтобы запустить первый этаж что ли или что как выйти алё а предохранители должны быть тогда в каких-то ящиках маньяк дает мне шанс на квест но он не запущен компьютер не работает алё не понял а если захочу открыть ящик с кодом ой 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 давай подберем самостоятельно код вот пускай это будет четыреста девять пять и один ну когда-то же какая-то комбинация сработает но 4 это слишком много долго подбирать значит надо где-то искать этот код а где его искать то должен ничего не понял но супер интересно здесь тоже где-то на код что-то было закрыто насколько помню это все не осмат опа на а а я не могу это этим воспользоваться заебись а на второй этаж если я буду выводить электричество все равно ничего не поможет так понимаю да ничего интересного на 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 можно мне подсказку я не понимаю а если я в предохранителях найду то что сад кстати в саду мы не были где-то там еще подожди зеленого два провода синего три желтого три не понял зеленый земля и чё тут заперто блять можно было нормальный подвал сделать но каждый раз пригибаться это геморрой на пиздец не реагирует не работает а через окно выйти нет героиня предположим там решетки хорошо заперто нужно найти приключатель который откроет дверь и как я его найду охуенная идея где дверную ручку то взять какой тяжелый хоррор вот эти странные маньяки которые чел привез меня сюда оставил фонарик несколько подсказок зачем им нравится со мной играть ну вот ручка есть что-то вытащи ее не реагирует не реанер а вот код электричество не сначала надо его восстановить каким нахуй образом там всего один предохранитель и запускают он не то что мне нужно может а здесь есть предохранитель я не понимаю опа подкрытка тридцатилетием сучка вот уже шесть чудо чудесных лет мы вместе но все еще только впереди теперь тебя не могу в твоем шкафчике ждет тебя подарок я ненавижу тебя а в каком нахуй шкафчики тридцатилетний сучки то шкафчик 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 пойдем проверим шкафчики тут еще один код нет мы не будем этот пробовать I want to believe хотелось бы верить в НЛО в этом шкафчике ни хуя нет в эти просто так стоят вот здесь есть красный след за чем-то здесь есть дверь в которую можно вытащить ручку нельзя туда-то двинуться нельзя тут ничего нет я тоже не вижу ничего интересного не работает мусорку может а в каком шкафчике подарок то лежит что тут с предохранителями а как тогда вопрос я не понимаю как они работают может тут что запустить нет ну пусть вот этот будет я не понимаю какой то бред вообще тут за досками ничего нет электричества все так же нет свечи там вот есть ключик кнопка заперта на ключе а чё залезть это через окно слабой или чё ебать странно нет сигнала мы уперлись в тупик из которого я не знаю как выйти может в этом шкафчике какой то все пресно ждал я хочу как дебил наверно просто посыпать подбирать код возможно может когда то мне и повезет я как то раз записывал слои страха что то так игра называется layers of fear и там был по моему кодовый замок я его открыл и у меня просто записи нет у меня выключился ком блять прикинь получилось потрепанное игрушечный мишка запиской в лапах для моего ферзя копия копия досье содержит информацию о подаче заявления на развод это подарок? меня зовут ферзь? охеренно давай теперь с тобой мы можем так же бесконечно долго тыкать просто их и когда то он подойдет забавно забавно рандомно как то подобрали на одном замке код здесь можно использовать какую то странную тактику но она слишком долгая слишком много комбинаций но сейчас так не получится как бы там чисто повезло угу when to believe для моего ферзя зачем мне мишка вопрос это вообще блять ящики которые не помогают геймплею они раскрывают нам историю шикардос ребята вы придумали конечно я в ахуе это даже не смешно и не интересно я бы даже сказал ноль пусть девять три и пять и вот с этого числа мы начнем я просто пол серии сейчас буду взламывать замок в котором черт его знает что даже может лежать не то чтоб это супер скучно но я не понял как с предохранителями обращаться там ничего не объяснили так вот и и и и Ну это слишком много вариантов. Это бред какой-то. Так невозможно второй замок открыть. Я не поверю в это, что у меня получится. Я заебался уже тыкать эту мышку. Забавно. Хоррор, который я не понял. Слушай, я предлагаю на этом закончить. Если вдруг в комментариях кто-то напишет, как он проходится, то я с удовольствием еще разок попробую. Присядь, пробеги дальше. Шикарно, не работает. Не работает. Заперто на ключ. Ну я черт его знает, честно говоря. Хоррор. Короче, ладненько, ребят. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, если вы тоже сделали. Огромное спасибо. По ссылке в описании группы ВК, телеграм-канал, дискорд-сервер. Всем спасибо, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok